В этом году зимние каникулы, по словам специалистов, отличились тяжелыми погодными условиями. Спасатели выезжали на вызовы 24 раза. В основном выручали рыбаков и тех, кто умудрился заблудиться на поверхности замерзших водоемов. Не всегда проталины на воде так хорошо видно, как эти. Сегодня нет метели и снегопада, и поэтому местность хорошо просматривается. Но в новогодние каникулы даже в Буран люди выходили на лед, чем добавляли работы сотрудникам поисковой службы. В первые дни января они спасли более 20 человек. 8 человек в результате несчастных случаев погибли. Один из них произошел в первый день Нового года на Сухой Самарке. Трое мужчин на автомобиле Нива на месте понтонной переправы выехали на лед. Он не выдержал, и машина ушла под воду. Три человека в нем было, один успел выпрыгнуть, двое утонули. Этот человек, который вышел, он очень долго не мог показать место, где это случилось, потому что мы достаточно продолжительное время тратили силы и средства, искали, где эта машина. Попутно еще одну нашли, машину утонувшую, но без людей, вот тоже недавно она утонула. Выезжать спасателям приходилось и на крупные аварии. В Самаре в первые дни Нового года зафиксировано 14 ДТП, меньше, чем за каникулы 2016-го. Погибших нет. Всего правила дорожного движения за время праздников жители города нарушили более трех тысяч раз. Свыше полусотни водителей сели за руль пьяными. Пострадали на дорогах Самары 15 человек, в том числе двое детей. Один из случаев произошел в поселке Зубчининовка. После дорожно-транспортного происшествия водитель с места скрылся. В результате дорожной аварии пострадал несовершеннолетний, в 2006-го года рождения, который находился в сопровождении мамы. Они самостоятельно обратились в одну из городских больниц, где девочке был поставлен диагноз ушиб мягких тканей живота. Девочка отпущена домой. На Чеку в новогодние праздники и самарские пожарные. Они перешли в режим повышенной готовности еще в середине декабря. За время каникул здания в регионе вспыхивали 54 раза. Почти половину случаев в Самаре. Спасти удалось троих человек, погибли шестеро. Немало и пожаров на транспорте. Машины горели 14 раз. Фейерверки и петарды не стали причиной возгораний. Основной причиной воздновения пожара является неосторожное обращение с огнем, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения. Также нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Это в том числе отопительные приборы. Чаще всего это зимой происходит. Кроме того, также обращаем внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и владельцам автотранспорта. Интенсивно работать в период праздников пришлось и врачам, кафтальмологам. За помощью обратились 45 человек. Трое из них получили серьезные травмы из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Еще одному пациенту в глаз попала пробка от шампанского. Остальные отделались менее серьезными повреждениями, причинами которых стали в том числе елочные иголки. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События.